Добрый день, как и обещали, мы начинаем трансляцию в фейсбуке. Почему в фейсбуке, сразу объясню, потому что у нас нет просто возможности выходить в выходной день, сетка так составлена, но в понедельник мы обязательно запись дадим. Так вот, как и обещали, у нас в студии в Уфе Алексей Навальный политик. Добрый день. Я помню раньше, когда брал интервью, думал, как же, сначала блогерам, политикам, теперь политик на первом месте. И тебя дорос наконец-то. Хотя, в общем, вопросы теперь есть, потому что теперь говорят, что Навальный главный журналист России. Навальный человек, которому приходится, к сожалению, делать много журналистской работы. Мне не очень нравится ее делать, но поскольку наш фонд специализируется на борьбе с коррупцией, это неотъемлемая часть. В общем-то, именно журналистика является одним из инструментов борьбы с коррупцией. Именно поэтому она задавлена в России. Вы заметили, что сообщества, особенно те, кого принято хвалить, многие обиделись на такие ваши определения. И вот это определение, там, Навальный главный журналист, начали показывать, что они такие расследования делали и раньше, и все такое. Я обратил внимание, естественно, есть определенная ревность у профессионального сообщества. Но, скажем так, не то, что профессионального сообщества. Я профессиональным сообществом считаю все-таки журналистов-расследователей. Они нам в каком-то смысле коллеги. Их немного довольно в России. И я, конечно, как и все мы, выпустив расследование, потом в течение суток бегаем по Фейсбукам и смотрим, что же написали люди, которые на самом деле делают расследование, которые умеют и понимают, как это делается. Они все в основном хвалят, но журналисты вообще, которые в российской действительности очень часто просто непрекаянные люди, которым ничего не остается, кроме как писать колонки или работать в тех СМИ, где они не могут сказать то, что они хотят сказать. Ну, они немножко переживают, ревнуют, но тут ничего не поделаешь. Да нет, в общем, и журналисты-расследователи тоже ревнуют, такие причем. Ну, настоящие в самом деле, про расследования, которых я сам читаю, мне показалось, они не ревнуют. Ну, а что значит ревнуют? Когда я вижу классное расследование, которое где-то вышло, я думаю, черт, черт, они там перехватили нашу тему, или почему мы до этого не додумались? Ну, это все-таки не ревность, это такая, ну, немножко другое чувство, мне кажется. Ну, тем не менее, если мы заговорили о расследовании, понятно, что миллион вопросов уже получили и ответили на эту тему. Но нас здесь, в Уфе, интересует, конечно, маленький фрагмент, который буквально вскользь был упомянут. Это башнефть. Башнефть была упомянута в расследовании, но не более того. Почему? Там не так много информации, или она вам показалась неважной. Есть ли что-то, что вы сейчас можете рассказать дополнительно о башнефти? Могу сказать, дочерняя компания компании башнефть, ну, то есть, грубо говоря, сама башнефть действительно перевела около двух миллиардов рублей вот в эти благотворительные фонды Медведева и внесла деньги вот в эту копилку, из которой он покупал потом свою роскошную недвижимость. То есть, эта задолженность была списана как безвозвратная, то есть, ее как бы обнулили в какой-то момент. Но после того, как башнефть отняла Роснефть, эти деньги, насколько мы можем видеть, вернули. Мы не понимаем, из какого источника. — Вернули? — Да, их вернули. Потому что, видимо, поменялись хозяева, и уже там... Тут я могу только предполагать, Евтушенков, у него была договоренность, и он там платил какой-то этот оброк. А Сечин уже сказал, что, извини, Дмитрий Анатольевич, я твои дворцы финансировать не буду. Возможно. Может быть, не так, может быть, что-то еще другое было. Мы не так подробно об этом говорили, потому что все-таки основными... — Ну, понятно, да. — Донорами в эти медведевские коррупционные фонды были другие люди. — А вообще, вот сам вот этот факт того, что происходит с Башнефтью, и то, что произошло с Башнефтью, переход в Роснефть, это скорее позитивный для Башнефти, для экономики ход? Ну, видите, вот даже деньги... — Безусловно, негативный. — Безусловно, негативный. Здесь даже нет ни малейших сомнений. То есть деньги, они начали возвращаться куда? Это же вещь такая. Мы видим, что там вроде бы документация погашена задолженность. Хотя изначально она списана как безнадежная. Но мы точно не понимаем, как была вся эта механика осуществлена. Это, во-первых. Во-вторых, это в целом мелочь по сравнению с ситуацией с Башнефтью. И я предполагал, что здесь, в республике, меня много об этом будут спрашивать. И мое мнение безусловно негативное. Башнефть была частной компанией, которая довольно неплохо работала. Которая показывала результаты лучше, например, чем та же самая Роснефть. Которая налогов платила больше, чем Роснефть, если мы возьмем на баррель скважины жидкости эквивалента. То есть, эта компания была лучше, чем Роснефть. И вдруг мы видим, что ее просто пожрали. Извините за такое слово. Для чего? Для чего это гигантская Роснефть, которая испытывает много проблем. Которая управляется очень плохо. Которая сейчас имеет долг 3,5 триллиона рублей. И это рекордный долг за всю историю. Вообще для России совершенно какой-то дикий долг. Ну, непропорциональный размеру компании. Почему вдруг она, Роснефть, плохая Роснефть, акционер Роснефти. И я веду свой диалог, который многие называют даже скандалом с руководством Роснефти уже очень долгие годы. Относительно ужасной коррупции. Относительно низкого качества управления. Я не понимаю, почему вдруг они должны были получить себе башню. Вы знаете, я когда смотрел ваш фильм, видел в конце были такие самые яркие люди, которые получают от этого режима самые большие пряники, видимо. А там чего-то не было сечено. Вы же знаете, вокруг фильма много конспирологии. Сечено разве не было? Не было сечено. Черт. Ну, уже, наверное, добавить не надо. Скажем так, много конспирологии. И довольно часто, не довольно часто, после каждого нашего расследования, мне предъявляют человека, который это расследование заказал. И когда мы говорим про Шевалова, нам говорят про Сечина. Мы выпускаем расследование про Сечина, нам говорят про Медведева или еще кого-то. У нас, на самом деле, сейчас несколько роликов. Они не сильно расследовательские, просто ругательские, Просечина, готовые ждут своего момента. Если мы его не указали, это не значит, что я его каким-то образом люблю. Я его считаю одним из самых негативных, негативных персон, которые есть в российской политике, но одним из самых больших коррупционеров. Есть один аспект, который тоже связан с расследованием по Медведеву, и который касается Плёса. Вы же знаете наверняка, кто является главой в этом самом Плёсе сейчас. Вы имеете в виду Плёс в виде Дара или Плёс в виде Гордислава? Я имею в виду Плёс в виде муниципального образования. Какой-то Зять Сечина или какой-то типа это? Да, и он, в общем, из Башкирии. Тоже из Башкирии? Надо же, вот так вот ехал и оказался просто... Этого я не знал. Мы знали, что зять Сечина, естественно, работает в Плёсе. Довольно много публикаций на эту тему. Говорят, что якобы существует опять же конфликт между этим зятем и группой Медведева, которая... Я как раз хотел спросить, когда там были, вы заметили? Вы как-то, я имею в виду, проверяли всю эту историю. Заметили этот конфликт? Мы не заметили этого конфликта. Возможно, он есть, возможно, он связан с какими-то новыми проектами, которые они собираются вести. Но с точки зрения нашего расследования, мы анализировали простую вещь. Вот эти фонды, которые накачали деньгами, и что Медведев купил на эти деньги. Наша задача была просто рассказать гражданам России. Ребята, ну вот посмотрите, 70 миллиардов рублей. Это просто взятки от олигархов, которые получил Медведев, который потратил их не только на дворцы внутри России, но и на всякие виноградники, резиденции за рубежом. И особенно важна эта вещь в плане того, что они же использовали благотворительные фонды. Это просто даже оскорбительно, понимаете? 70 миллиардов, которые Медведев получил под видом благотворительности, это больше, чем вся благотворительность в России за многие годы. Реакция на фильм, который в итоге сейчас у кого-то есть, а у кого-то нет, вы ее примерно себе так и представляли? Как вы прогнозировали? А та реакция, которая есть, она выше прогнозов, ниже? Ну, скажем так, такое красноречивое нежелание комментировать вообще, мы думали, что все-таки такого не будет. Я знаю отлично, что многие годы, чем более четкое, доказательное расследование мы выпускаем, тем меньше желания у официальных лиц его комментировать. Но здесь произошла вообще удивительная вещь. Они же не сказали буквально ни слова. Типичный комментарий, он уголовник, мы не будем говорить ничего. Это сказала Тимакова, пресс-секретарь Медведева, это сказал Песков, пресс-секретарь Путина. И все они это повторили. Содержательно ноль слов было произнесено. Для нас это в целом ожидаемо. Мы надеялись, что что-то они хотя бы скажут немножко больше, но, видимо, мы настолько попали в нужную точку, что они боятся произнести лишние слова. Об этом расследования очень много можно говорить. Последний вопрос на эту тему. Мы обратили внимание на реакцию Transparency International и то, что они сказали, что да, все круто, но вот прямая связь с Медведевым все-таки не доказана. Ну, для меня Transparency International все-таки Елена Панфилова, которая, то есть вот не какие-то ее, ну, может быть, хорошие там сотрудники, ребята, которые, как мне кажется, не очень хорошо понимают, что такое расследование. А сама Панфилова, которая глава сейчас не просто там российского отделения, но и, я так понимаю, уже стала исполнителем директора всего Transparency International, она это расследование оценила. Окей, давайте тогда перейдем уже к вопросам, которые больше касаются нашего региона, тем более, что в Уфе, я так понимаю, впервые? Да, я первый раз в Уфе. Какие впечатления? Как вас встретили здесь? Встретили? Потрясающе и фантастически. Мы приехали на поезде вот из Самары в 8 утра, и, в общем-то, это довольно такое всегда унылое прибытие, ты приезжаешь на поезде, не выспавшийся, мрачный, вылезаешь, но на перроне. Местные, ну, то ли НОД, то ли Единая Россия, они, ну, произвели какое-то феерическое шоу, там были и американские флаги, и таблички «Агент Госдепа». Ну, знаете, прекрасно, ты выходишь в Уфе на перрон, и видишь человека, который стоит с табличкой «Агент Госдепа США». Для меня просто самым потрясающим было наблюдать за реакцией людей вокруг, которые, их довольно много было, Уфа большой город, много людей на перроне, приигранное сообщение, и вот за нами шла целая толпа с мегафонами, скандировали, кричали, матерились, и нужно было видеть лица людей, которые просто не понимали, что происходит, там бегали несколько несчастных полицейских вокруг, которые тоже не могли ничего сделать, и, ну, это очень хороший пример того, как сейчас власть заменена вообще каким-то суррогатом. Вот даже полицейский не может понять, вот этот вот человек с мегафоном, который, ну, просто хулиганит на перроне, ему можно хулиганить или нельзя? Они там в какой-то момент начали кидаться яйцами по своей традиции, и со мной шел полицейский, два яйца в него угодили на моих глазах, и на лице у этого полицейского просто вот такой разрыв шаблона, он не понимает, черт, я вроде полицейский, полицейский, в меня кидать нельзя, но эти тоже так ведут себя нагло, что, наверное, нельзя их задерживать, но в целом, конечно, есть эксцессы, типа того, что приходится потом скорлупу стирать с одежды, с точки зрения сарафанного радио, такой помпезный приезд мне скорее нравится. Я напомню, что мы не в прямом эфире по радио, но мы в прямом эфире в фейсбуке, и туда задавали очень много вопросов наши слушатели, наши читатели в интернете, так вот, что они спрашивают. Алексей, что вы знаете об Ашкирии, о Буфе, какие представления и стереотипы? Я многое знаю, я справку читал, дело же в том, что я готовился. Я стараюсь быть ответственным кандидатом, и если я еду открывать сюда избирательный штаб, то я, естественно, мне готовят справку, я сам ее готовлю, читаю, но вам, наверное, не интересно, если я сейчас буду сыпать цифрами, которые вы и так знаете. С чем ассоциируются? Ну, Уфа, конечно, ассоциируется с регионом, который должен быть очень, в целом, область, который должен быть очень богатым, поскольку это регион нефтяной, здесь своя нефтяная компания, но, к сожалению, таким богатым не является. Есть явная диспропорция между тем, что, ну, как бы полагается, республике, и тем, что есть на практике. Не такая высокая средняя заработная плата, ну, вот сейчас я ехал по дороге, очень красивый город, но снег, ну, я так понимаю, что все-таки эта зима аномальная, но, тем не менее, снега не убирают вообще. Аномальная в том смысле, что мэр города осенью еще сказал, что денег на вывоз снега не будет. Я не помню, когда я последний раз видел сугробы высотой в человеческий рост, вот прямо вот они здесь во дворе, вашей радиостанции. Зато на ином сугробе смогли стать активисты НОТ с лагами и прекрасным пикетом. И, ну, это тоже очень выглядит так иронически, типа, вот это Госдеп США вам отсюда не вынес снег, или ваш родной мэр вашего родного города. То есть, республика недофинансирована. Для нас, это мы пятый штаб открываем здесь, в Уфе, для нас важен регион, потому что здесь очень применимы пункты нашей программы относительно федерализации и местного самоуправления. Это самая главная группа вопросов, которую и слушатели очень активно затронули. Давайте как раз поговорим о федерализации. Дело в том, что республика Башкортосан – это республика, да, это первая республика, в которой вы открываете штаб, до этого были области. Если вы станете президентом, останется ли такое же федеративное устройство? В какую сторону оно двинется? Останутся ли республики и области, и края? Или все будет унифицировано, как, я не знаю, в Соединенных Штатах, например? Я не вижу никакого смысла в унификации. При этом я признаю, что нынешний федерализм, он абсолютно лживый и несуществующий. Ну, кто-то называется республикой, кто-то называется областью, кто-то краю. Смысла это не имеет, потому что губернаторов фактически назначаются, мэры городов фактически назначаются. Никакого реального влияния населения на власть не оказывает это неправильно. Я считаю, что федерализм должен быть реальным. Ну, это же разные районы, в принципе. Московская область отличается от Башкирии существенно. Ну, смотрите, у нас ведь и сейчас есть реальный федерализм. Вот, например, депутаты в Ингушетии говорят, мы запрещаем памятники Сталину ставить, а в каком-то регионе памятники Сталину ставят. Или, например, в Мордовии говорят, мы запрещаем ходить в хиджабах, а в Чне говорят, а мы хотим, чтобы ходили там с крестиками, хиджабами и прочее. Для меня это не федерализм. Нет, а для меня федерализм это деньги в первую очередь и полномочия. Я считаю, что деньги и полномочия должны быть в меньшей степени в республике, а в большей степени мэром городов. Потому что, ну, вот это как раз снег. Понимаете, снег не могут убрать, потому что нет денег. А почему в Уфе нет денег? В принципе, это же нонсенс. Если в таком огромном и богатом городе, как Уфа, нет денег на вывоз снега, это значит, что, в принципе, система настолько поломана, что она вообще никуда не годится. Как ее наводить? Я не понимаю. Деньги и полномочия. Сейчас все деньги и полномочия, все налоговые деньги, они поступают только в Москву, а из Москвы причудливым образом распределяются. В регионе и в городе должно больше оставаться и акциза. Можно вводить налог с продаж. НДФЛ иначе должен распределяться между городом и областью. И так далее. То есть, комплекс мер, но в целом его нужно описать, так как просто оставить больше денег и полномочий на местах. Что будет с теми регионами, которые экономически неуспешно уже сейчас и живут только за счет дотации? Ну, они не будут жить за счет дотации. В том-то и дело, что... Оттуда просто уйдут люди, мы просто оставим эти территории. Ну, а сейчас что происходит с Дальним Востоком? Ну, а сейчас что происходит с Дальним Востоком? Значит, с Дальним Востоком ничего не будет хуже. У нас, к сожалению, действительно страна превращена в сырьевой придаток. Это факт. 60% федерального бюджета – это чисто нефтяные деньги. Это заслуга конкретно Путина. В Советском Союзе даже было гораздо лучше. И значительная часть регионов, они просто сидят на дотации. И в обозримом будущем они должны сидеть на дотации. Но если за последние 10 лет ситуация только ухудшается с каждым годом, и мы видим уже регионы-доноры, переходят в формат дотационных регионов, но это значит, что все работает неправильно. И сейчас мы находимся в абсурдной ситуации, когда, например, мэр города, или губернатор, или президент республики, в общем-то, ему нет смысла, нет нужды развивать даже бизнес, потому что развивай, не развивай, сколько ты тут ни бегай за ручку, ни води предпринимателей, все равно налоги тебе не достанутся. Все заберет Москва. Правильно ли я понимаю, что при этой схеме вас не пугает ситуация, когда богатые регионы будут жить богаче, а бедные регионы беднее, и из бедных регионов люди просто будут переезжать. Вот это вы хотите повысить социальную мобильность? А вы хотите сказать, что сейчас это не так происходит? Это так, но может быть не в таком большом масштабе. Ну, конечно, нет. Естественно, это национальная рента. Она должна распределяться более-менее справедливо. Ну, просто очевидно, что какие-то регионы, ну, они заведомо более богаче, там просто больше людей живет. Они живут всегда лучше, это происходит в каждой стране. Просто нужно дать регионам свободу. Нужно сделать так, чтобы мэр города или губернатор мог, применив усилия, сделать свой регион немножко богаче. Сейчас это просто невозможно. Что-то не сделай, придет Москва и заберет у тебя все деньги. Вот один маленький пример, который просто показывает безумность бюджетного распределения. Несмотря на то, что Башкирия считается богатым регионом, АУФА считается богатым городом, здесь бюджет города какой? 20 миллиардов рублей в 2016 году был. И в это же время Москва тратит на благоустройство части Садового кольца 12 миллиардов рублей. Ну, это же безумие. Каварию приводили такой же пример. И в каждом городе я буду приводить этот пример. Ну, конечно, потому что, ну, вот оно, это же не в бровь, а в глаз. В каждом городе буду приводить. Я вот что, тут группа вопросов целая есть, которая касается федеративного устройства. И я задам ровно так, как задавали пользователи в Фейсбуке. Ваше отношение к федеративному договору 92-го года, должно ли в соответствии с ним быть скорректирована Конституция Российской Федерации? Не нужно. Я считаю Конституцию Российской Федерации в целом плохой. Вот этот федеративный договор я тоже считаю в целом плохим. Это все какая-то ерунда, которая придумывалась. Она придумывалась для чего? Для того, чтобы губернатор получил больше полномочий. Ну, так я и так считаю, что областной власти должна иметь больше полномочий. А самое главное, вот это ключевая пунктная программа, которая отличается, наверное, от взглядов, ну, в том числе и вашего регионального руководства. Я считаю, что основная власть должна быть у мэров городов. То есть не губернаторы должны между собой конкурировать, а мэры городов. Вот мэру города нужно дать и деньги, и полномочия ввозить какие-то свои небольшие налоги, оставлять у себя налоги. Вот, естественно, должен быть избран, потому что сейчас уже не осталось ни одного крупного города, где мэр разбирается. Если мы продолжаем тему федерализма, но уходим все-таки от экономики. Что с национальными языками? Вопрос, да, от Равиля. Алексей, как бы вы видели устройство национальных республик в плане языковых отношений? Много претензий со стороны русских, может быть, и справедливых, которые учат язык коренного населения в каждой республике. Но и, например, мы, башкиры, видим угрозу исчезновения языка башкиры, и это неизбежно этим обеспокоено. Как быть? Важная проблема. У нас сотрудник отдела расследований, который как раз был одним из ключевых организаторов того расследования, о котором мы говорили вначале, он же из Уфы Албуров, и он рассказывал очень интересно, как он в школе учил башкирский язык. Мы регулярно просим его сказать что-то по-башкирски, и он уже, к сожалению, ничего не помнит. Заставлять никого не надо, но, естественно, проблема коренных народов и проблема их языка, но она важнейшая, потому что мы потеряем его сейчас, и мы не восстановим его никогда. Поэтому я считаю, что просто нужно деньгами решать. Нужно выделять больше денег на то, чтобы сдавать газеты на башкирском, чтобы были башкирские школы, чтобы те люди, которые хотят быть носителями языка, они сохраняли этот язык, и, может быть, даже не всегда это эффективнее всего в формате школ, вот таких вот русских Албуровых, учить башкирскому языку, да, что толку-то от этого? Просто больше давать денег на то, чтобы снимали фильмы на этом языке, выпускали книжки на этом языке. Ну, конечно, а иначе это не решится. Мы наблюдали по всему миру много историй, как малые народы теряли языки, теряли культуру, ну, хотя башкиров, в общем-то, не назовешь малым народом, это вполне себе народ, а потом они спустя несколько лет хватались за голову, урвали на себе волосы, потому что восстановить уже невозможно, и мы, конечно, должны этого избежать. Самый болезненный вопрос в вопросе федерализации. Когда вы дадите больше полномочий регионам и больше денег некоторым регионам, давайте, республика «Условнистан», да, вот она совершенно такая условная, скажет, или «Условновятие», да, например, скажет, слушайте, в общем, а зачем вы нам? Не скажет. А если скажет? А я считаю, что это абсолютный вымысел. Ну, хорошо, вот даже, мы помним этот такой кризис 90-х годов, когда Ельцин сказал свое знаменитое «пусть берут сколько суверенитета, сколько унесут», но хорошо, что Татарстан или Башкирия куда-то отделились. В Чечне были другие обстоятельства. И нельзя переносить пример Чечни на всю остальную Россию, потому что мы видим, что это абсолютно неправильно и не так. Вот мы сейчас, мы находимся в республике, которая считается местом традиционного проживания мусульман. Ну что, здесь много людей, которые отнесены к исламским экстремистам? Ну нет, конечно. На них, кстати, несколько десятков задержали. Ну, задержали, мне кажется, это в основном задерживает ФСБ, которому нужно отчитываться, что они ловят каких-то экстремистов и что получают бюджеты. Я считаю, что это в основном проблема больше придуманная, но главным лекарством для того, чтобы это не происходило, является то, что я говорю, полномочия мэром, а не губернатором. То есть ниже должно быть полномочия. То есть нам не нужны вот эти царьки во главе республик, у них должно быть больше полномочий, но они не должны командовать полицией и судами, как это сейчас, к сожалению, происходит. У них должно быть больше экономических полномочий денег. Но в основном власть еще даже идет на уровень ниже мэру, который не зависит от губернатора, который избирается населением, который сам все решает и не зависит ни от президента России, ни от кого. Я напоминаю, что в студии «Ехо Москвы в Уфе» Алексей Навальный. Алексей Навальный приехал в Уфу открыть свой штаб избирательный. Давайте поговорим немножко об избирательной кампании. В прошлый раз, когда мы говорили с вами, это было как раз накануне избирательной кампании в Костроме. В общем, не самая удачная, наверное, избирательная кампания получилась. Как вы думаете, на что Россия сейчас больше похожа? На Москву 2013-го или на Кострому 2015-го? Россия похожа на Россию 2017-го года. Разные регионы, разные города. Естественно, для меня Уфа больше похожа на Москву. Это большой город. Вы сказали, 4 миллиона человек посмотрело наше расследование, которое мы выпустили поздно вчера. Но я точно знаю, что значит 100 тысяч человек его посмотрело в Уфе. И в этом смысле это большой город с большим проникновением интернета, и он для меня довольно близок к Москве. Миллионник. Маленькие города, где мы будем позже открывать штабы, они, конечно, больше перекликаются с Костромой и с высокой долей сельского населения. Но что точно всех объединяет, вот сейчас уже, да, эта ситуация сменилась по сравнению с 2014-2015 годом, когда была эйфория на волне вот этой вот имперской истерики, что значит мы сейчас всех захватим. Люди понимают, что они стали жить гораздо хуже, и они понимают, что они не будут жить лучше. У нас реальные доходы населения падают третий год подряд, и даже родное правительство не осмеливается и заявить, что это исправится. Они же прямо говорят, что у нас до 2030 года будет стагнация, доходы населения не будут расти. То есть с этим правительством гарантированно люди будут жить беднее и беднее с каждым годом. И сами люди уже сейчас это понимают. Во всех, и в городах, и в Костроме, и в Москве. Мне кажется, вы сказали слово гарантированное, это ключевое слово. Они, по крайней мере, будут понимать, что вот немножко беднее, немножко беднее, а не резкий какой-то. А почему они должны быть резких беднее? Ну, это как раз вот, послушайте, это то, что говорит Путин. И это абсолютно ложная альтернатива. Путин говорит, ребята, вы живете в нищете. У нас средняя зарплата в России, минимальная зарплата там 7 тысяч рублей, и это стабильность нищеты. Но вот радуйтесь этой стабильной нищете, потому что завтра почему-то вот будет совсем разруха. А почему она должна наступить? Алексей, вы наверняка согласитесь с тезисом, что среднестатистический россиянин никогда не жил так хорошо, как он живет сейчас. Не потому что это заслуга. Жил в 2011-2012 году. Хорошо, сейчас я имею в виду при Путине, хорошо. При Путине. Это заслуга. И он не анализирует, почему это происходит. Наша избирательная компания ставит это своей целью, проанализировать эту вещь и рассказать людям, что они жили лучше, действительно, за 90-х годов, потому что росла цена на нефть. Потому что нефть стоила 12 долларов за баррель, а в 2013 году она стоила уже 120 долларов за баррель. Но сейчас она стоит по-прежнему довольно высоко, в районе 55. А вот я приехал в нефтяной регион и вижу сугробы размером с человеческий рост. И даже уже в 2013 году, когда было 120 долларов за баррель, рост экономики был 0,3%. При прогнозе 3,5. 1,3, прощение. При прогнозе 3,5. Я просто говорю о том, что этот режим деградировал настолько и настолько зашел в тупик, что ему даже высокие цены на нефть не помогут. Что тогда не получилось в Костроме? Почему? Ну, мы не контролировали ничего. Это была другая партия. Нашу партию, партию прогресса, ее сначала несколько раз не регистрировали, а потом ликвидировали. Поэтому мы действительно помогали организовать компанию в Костроме, куда нас допустили за три недели до выборов. Но это была другая партия. Это партия «Парнас». Во главе ее был Михаил Михайлович Касьянов, лидер, который не очень популярен в России. Сколько бы я ни ездил по странским селам, мне рассказывал, какой я классный, какие мы тут хорошие, боремся с коррупцией. Человек вставал и говорил, а кто там лидер партии, за которую вы предлагаете голосовать? Я говорил, Касьянов. Ну, извините, ты нам нравишься, но мы за вас голосовать не будем. Сейчас избирательная кампания, это про нашу программу, мы в ней все контролируем. Я не всю ответственность за каждое слово, которое я сейчас скажу. Я скажу хорошо, получу голоса. Скажу плохо, не получу голоса. Но у меня нет какого-то человека, в чьей партии я должен оперировать и нести ответственность за его ошибки. Ну, в любом случае, вот вы говорите, там был какой-то негативный фон, который там из РПР, Парнас и так далее. Почему его сейчас не будет? Почему вы думаете, что люди не ассоциируют вас с этими условными демократами 90-х или там начала 2000-х? Негативный фон, безусловно, будет, потому что о власти больше нечего мне возразить. Что они мне могут сказать по существу предъявленных претензий? Ничего. Поэтому все, что они мне говорят, они говорят, что ты иностранный агент, а несмотря на то, что я за границей даже не был уже лет 6, мне загранпаспорт даже не дают. Ты, значит, в 90-е что-то развалил, когда я в школу ходил в 90-е, и ты наследник каких-то олигархов, хотя я, они наследники олигархов, они с Чубайсом в одном правительстве, а я как раз Чубайса критикую, требую закрыть Роснано. Содержательно они мне предъявить ничего не могут, поэтому они используют две главные вещи. В меньшей степени как раз пропаганду и просто ложь против меня, а в большей степени игнорируют. Но они молчат. Они делают вид, что ничего не происходит. Они знать не знают, кто я, и Песков ни разу в жизни, уж не говоря про Путина, не назвал мою фамилию, и вновь они говорят, там, этот господин. Но для этого мы и ведем избирательную кампанию. Поэтому я и приехал сюда в Уфу и соберу сегодня волонтеров, чтобы эти волонтеры ходили по городу и рассказывали правду. Я специально посмотрел, опять же, да, то старое интервью, и мы очень много уделили тогда внимания процедуре праймерис. Вы говорили, как это важно, о том, что невозможно без праймерис, да, там, идти на выборы и так далее. А вдруг в этот раз вы идете без праймерис? Почему? Я выдвинулся, потому что срок подошел выдвигаться. Потому что я хочу провести нормальную избирательную кампанию, а не такую, как мы видели последние 17 лет. И в России невозможно провести избирательную кампанию, если ты выдвигаешься за предложенные по закону 90 дней. Вот мне нужно открыть 77 штабов. Даже если буду я в день открывать по штабу, то я уже не вмещаюсь в официальные сроки. Поэтому год до выборов это еще даже очень много. Вернее, очень немного. При этом, если будут праймерис, я готов в них участвовать. Я много раз говорил, что я готов, я не считаю, что они реалистичны, но даже если будет праймерис между коммунистами и ЛДПР, представителями демократической оппозиции, к которым я отношусь, я готов найти праймерис и идти. Я считаю, что я в них могу выиграть. Уж чего-чего, а я всегда был сторонником демократических конкурентных процедур и совсем не боюсь в них участвовать. Я уверен в своей победе. Я, закрывая тему старых выборов, хочу спросить, как вы относитесь к движению Гудкова на выборы мэра Москвы? Поддержите ли вы его? Будете ли вы вместе работать в избирательной кампании? Вот кампанию, по-моему, выборов мэра Москвы? Начальник штаба один и тот же. Кац? У вас был начальник? У меня Кац никогда не был начальником штаба. Хорошо, работал. Он работал в штабе. Я так понимаю, Гудков хочет взять его сейчас. С Кацем мы как разошлись не очень хорошо. Мы его уволили из штаба. Но дело не важно. Дело не в этом. Сейчас рано обсуждать московские выборы. Потому что они произойдут еще только после президентских выборов. Это, во-первых, мы не знаем ни сроков, ни условий. Во-вторых, я так понимаю, что выдвинулся Митрохин и Гудков. И оба претендуют на то, чтобы выдвинуться от Яблока. Поэтому пусть они вместе с Явлинским разберутся, кто идет от Яблока. Потому что не от партии нельзя пойти на выборы. А потом уже мы будем думать, кого поддерживать. Ну, знаете, правила можно изменить, как выясняется. Тут уже внесли какие-то новые законы. Это же точно не Яблоко изменит эти правила. Ну, правда, конечно. Пока правила установил Кремль, и они таковы, что вот нужна партия. И Митрохин, и Гудков говорят, мы идем от Яблока. Явлинский молчит. Ну, а что нам кого-то поддерживать, не поддерживать? То есть, Гудков не советовался с вами, не вел никаких переговоров по поводу своего выдвижения на выборы в Москве? Нет, я узнал все из прессы. Ну, выдвигается, и хорошо. Из тех, кто выдвинулся уже сейчас, но заявил, что хочет участвовать, мне кажется, самый сильный кодят Клычков от коммуниста. Ух ты. Ну, безусловно, посмотрите на его результат на выбор. Он победил префекта юго-восточного округа, когда он баллотировался против него. Он провел несколько адаманов. Он коммунист, что говорит о том, что есть существенные какие-то идеологические разногласия. Но если просто отстраненно на все это смотреть, я же не говорю, что я кого-то подержу или не подержу, из тех, кто выдвинулся сейчас, конечно, самый сильный кодят Клычков. А если он попросит о поддержке вообще? Не знаю, ну будем смотреть. Я же не знаю, кто кого выдвинет Яблоко, какой будет общий расклад. Мне важно. В паре Гудков-Клычков. Мне важно. Кто ближе по взглядам и у кого больше шансов победить? Вот. Вот вопрос в том, кто у кого больше шансов победить. Из тех, кто выдвинулся сейчас, мне кажется, больше шансов победить у Клычкова. Но для меня важно, чтобы борьба против запостной мэра Москвы была настоящей. Чтобы там не было поддавков, чтобы там никто не помогал Собянину. Конкуренция на выборах важнее политических взглядов. При поддержке вот, да, какой-то конкуренция важнее. Я теперь формулирую так. Победить кандидата Единой России настолько важно, что можно объединяться и нужно объединяться с коммунистами и со всеми остальными. Тогда такой вопрос. Я, опять же, смотрел ваше вчерашнее интервью в Самаре. Вы очень много говорили о иллюстрации. Нужна ли она в России или не нужна? Спрашивают об этом много. Да, очень много спрашивают об этом. Ошибка была в 90-х, что ее не провели? Безусловно. Но это была катастрофическая ошибка. И сейчас мы понимаем, насколько это катастрофическая ошибка, в том числе, когда мы видим, что наиболее успешно в экономическом плане, в том числе, развиваются страны, где была иллюстрация. Польша, Чехия, Германия и так далее. То есть они богаче, потому что провели иллюстрацию. А мы остались вот с этими людьми, которые тогда были, значит, коммунистами и были, например, атеистами все. Сейчас, потом они были демократами, сейчас они консерваторы и православные, ну это просто лицемерные такие люди. А условный Клычков, который был коммунистом, остался коммунистом, он будет, он по идее должен быть иллюстрирован или нет? Почему он должен быть иллюстрирован? Он же в режиме, он работает. Он коммунист, он молодой, он, я не думаю, что старше, чем я. Он точно не был частью Советского Союза. Он сейчас коммунист от КПРФ. И у нас довольно много людей, которые идеи на коммунисты. И партии, еще не все автоматически должны попадать под такую иллюстрацию. Ну, конечно, нет. А иначе тогда мы с вами приходим к ситуации, что нужно иллюстрировать всех, кроме нас с вами. Ну, это же абсурдно. Есть люди, которые на самом деле, по своим взглядам, они такие левые, они коммунисты. И мало того, многие из них искренне любят, например, Сталина. Что мне очень противно, ну окей, это часть их взглядов. Я не собираюсь иллюстрировать кого-то или требовать иллюстрации кого-то, потому что у них другие взгляды. Иллюстрировать нужно номенклатуру тех людей, которые сидят во власти и принимают решения. Вот их нужно наказать. А понятно, что КПРФ как бы не очень настоящая оппозиция. Но это не означает автоматически то, что они несут прям полную ответственность за то, что происходит. И то, что все они плохие. Там много вполне себе нормальных кандидатов. И тот же самый Клычков. Наша передача превратилась просто в рекламную паузу Клычкова. Причем в Уфе. В Уфе почему-то. Ну, у вас здесь тоже, на самом деле, довольно сильные коммунисты. И они представляют какую-то такую значительную часть оппозиции по местным проблемам. Они довольно активно выступают и говорят то, что считают нужным. Заканчивая нашу сегодняшнюю запись и прямой эфир в Фейсбуке, вопрос такой. Вот как вы узнаете те или иные новости из администрации президента из прессы? Или вам кто-то говорит, допускают? Или нет, не допускают? Там встречаются какие-то люди, которые между, да, вами и администрацией входят в хожие туда и туда. И они вам что-то рассказывают. Как принимается это решение? Вам понятно? Мне понятно более-менее, как принимается решение. И именно поэтому я о нем не узнаю никак. И вы о нем не узнаете никак, кроме как из газет уже в финальном видео. Есть один человек, который живет какой-то странной жизнью и увлекается, то, значит, он воюет в Сирии и восстанавливает Пальмиру, то он играет по ночам в хоккей, то он строит какой-то себе дворец в Геленджике. Все это на этого за человека замкнуто. К нему стоит огромная очередь людей с папочками. И в этих папочках все вопросы, начиная от того, сколько денег выделить Уфе и заканчивая денег, за сколько продать футболиста Зенита. Или там, какая должна быть минимальная зарплата, или нужно ли, не нужно посадить Навального. Эти люди стоят и переминаются с ноги на ногу в этой очереди. Вот они доходят до человека. Человек, если решает что-то, это выходит в прессу. Все решения принимает один человек. И это грандиозная проблема страны. Она поэтому и не развивается. Мы вот даже, в общем, сторонники власти, они не отрицают, что сейчас есть и политическая, и экономическая стагнация, потому что просто ничего не происходит. Невозможно решить вообще ничего. Потому что слой ниже администрации президента они боятся брать на себя принятие решения. А Путину просто нет времени. Он вот там, значит, занимается Пальмирой и своим противостоянием с Хиллари Клинтоном или Дональдом Трампом. Ему неинтересно, что тут происходит в Уфе или в Самаре. Как тогда в этой ситуации по-настоящему вести избирательную кампанию? Опираясь на людей. Я вот и веду избирательную кампанию, не оглядываясь на администрацию президента, каких-то там инсайдеров, политологов и всех вот этих вот замечательных людей, которые в Фейсбуке пишут... Которых вы обещали, точнее, ваши соратники обещали скормить львам. В Суапарке. Ну да, я, честно говоря, и сам был с политологом. С большинством политологов таким образом поступил. Меня это все не интересует. У меня вот есть программа. И я знаю точно, что в любом городе, в частности в Уфе, есть огромное количество людей, которые вместе со мной против коррупции, которые вместе со мной за справедливое распределение налогово-национальных богатств, которые вместе со мной за то, чтобы олигархи платили больше налогов. И я опираюсь на этих людей, объединяю их вокруг себя, иду на выборы. Вы сейчас поедете с ними встречаться в штаб. А почему вот история с штабами не во всех городах, так или только в Уфе, с некоторой такой поволокой секретности, знаете? То есть до последнего не говорилось, где будет этот штаб, и там вот нужно заранее зарегистрироваться, потому что большое количество людей звонило просто нам в редакцию, спрашивали, а как туда прийти? Мы вам не можем сказать. Дело не в секретности, а дело просто в технических возможностях. Вот вчера мы, так сказать, налетели на это в Самаре, когда мы взяли штаб довольно большой, большое повещение в центре города. Но пришло столько людей, что они буквально не влезли. Поэтому в любом городе-миллионнике регистрируется столько волонтеров, ну и просто желающих прийти послушать, что если я объявлю сейчас в эфире, приходите в 15 часов в такое-то место, у нас будет давка, и ничего хорошего этого не будет. У нас это такое все-таки рабочее мероприятие. Это волонтеры, которые зарегистрировались и сказали, что мы хотим бесплатно работать в компании. Вот мы с ними встретимся, поговорим, объясним, что хотим делать. Это вот такая штука. Это все-таки не митинг, потому что зима, и мы хотим запустить штаб, а не просто провести политическое мероприятие. Спасибо. Это был Алексей Навальный, который приехал в Уфу на день раньше, чем в Казани. Обратите внимание. До свидания. Спасибо. А это важно, я так понимаю.